В Кирове 13.08 начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина и приветствую слушателей. И говорю здравствуйте гостю нашей студии Олегу Тукачеву, руководителю Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члену Общественной палаты и Общественной наблюдательной комиссии Кировской области. Все верно? Да. Добрый день. Добрый день, Олег, еще раз. Олег был гостем дневного разворота 20 минут назад. Если кто только что к нам подключился, сообщаю. Вопросов у нас много. Начнем мы с той темы, которую обсуждают и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Это итоги, прошедших накануне, то есть воскресенье, выборов в разные совершенно там сегменты власти. В Кирове, в Кировской области, это были выборы в органы муниципальной власти, да, в муниципалитетах. И вот непосредственно в областном центре были до выборов в законодательные собрания и до выборов в Кировскую городскую думу. Олег, вы, я насколько понимаю, в общественной палате курируете, скажем так, работу горячей линии общественной палаты во время выборов, да, принимаете жалобы жителей на какие-то нарушения и в ходе выборов, и до них, там, может быть, и после. Вот, и в вашем фейсбуке есть пост, который я сейчас процитирую. Первый раз за много лет на горячей линии по выборам столько людей хотят, чтобы довели всю их правду жизни до вышестоящих. На предыдущих выборах, которые были значительно более масштабными, как я понимаю, да, было значительно спокойнее, вы пишете. А сейчас после вежливого вопроса «На моем участке выборы есть» следует жесткое политическое заявление с требованием всех разогнать и всех уволить. Действительно так было, да? Да, действительно так и было. Очень заметно, что эти выборы, хоть они были для Кировской области и такие, ну, не масштабные, то есть по некоторым избирательным округам, то есть не федеральные органы, там, представители власти, но, тем не менее, люди звонили. Ну, у людей совершенно другое эмоциональное состояние. То есть люди более озлобленные, агрессивные. То есть был намного больший процент, чем раньше, там, людей, которые просто звонили не по выборам, а... Излить душу? Излить душу и сказать, какие вы там все, там, нехорошие люди во власти, вот, придумали вот то и придумали вот это, там, поводы самые разные. А, то есть не только пенсионные реформы. Не только пенсионные реформы. Там было мнение по поводу отмены или невыплаты, там, с февраля каких-то федеральных льгот. Там не разъяснили, каких именно, но вот, там, федеральные льготники, там, говорят, обижены, там, с февраля. То есть, ну, так и не сказали, какая именно категория игроков. Были там мнения, там, пенсионеры высказывали, а вы заметили ли вы, что, там, в платежках, там, по, там, ЖКХ все счета переведены в Сбербанк, и что вот... Ну, и дальше, там, некая теория заговора, что Сбербанк все узурпировал, все захватил. Вот. Ну, это звонят люди на горячую линию по выборам. Где они должны звонить с вопросом, где мой избирательный участок раз, да, и какие-то нарушения два? То, о чем их волнует. Вот. Если они увидели, там, какой-то телефон, куда можно позвонить и обратиться, где их выслушают, они, во всякий случай, туда звонят. Вот. Были откровенно, там, заявления о том, что поделайте что-нибудь, вот, меня, там, сотрудники полиции травят, там, какой-то, там, нажали кнопку, газ под мою дверь, там, пускают, там... Ну, это, мне кажется, не совсем уже, к сожалению, может быть, здоровые люди. Вполне возможно. Ну, я не знаю, как по телефонному голосу, там, диагностировать, но, вот, там, какие-то такие вот истории. Несколько раз, там, звонил молодой человек, вот, который акцентировал внимание на уровень заработных плат, там, в среднем, по Кировской области, в государственных учреждениях. И заработные платы депутатов Государственной Думы, то, что очень большая диспропорция, ну, и в конце он держался, и матерную всю эту ситуацию характеризовал. Там, все, что он думает по поводу, там, народных избранников. Высказал и трубку повесил. Олег, а звонки с жалобами, вот, конкретно, по теме выборов были? По теме выборов, вот, именно жалоб не было. Что было? Вот, как таковых, вот, чтобы, вот, люди позвонили и сказали, вот, я нахожусь на избирательном участке в таком-то, и у меня есть, там, претензии, жалобы, там, на работу избирательной комиссии, такого не было. В основном звонили люди, которые, вот, если по выборам, люди были дезориентированы. То есть, на каких-то участках выборы есть, на каких-то нет. Люди спрашивали, а голосую ли я сегодня. То есть, я предыдущий на выборы, как законопослушный, там, человек. Вроде сегодня, там, день выборов, вот, а я не знаю. Иду я или нет? Иду я или нет. То есть, мы разбирались, помогали сориентироваться, то есть, выясняли адрес регистрации, там, человека, проверяли по базе, там, избирательной комиссии, какому участку человек приписан, и участвует ли этот избирательный участок, там, в каком-либо избирательном округе, по которому ведутся в этот день выборы. И получалось так, что, вот, там, допустим, вот, одна улица, там, два дома, там, соседний дом голосует, этот дом не голосует. Очень смешно. Ну, как смешно? Ну, это стандартное разделение у наших избирательных участков, да? Там, 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 соседние дома могут, там, один входить, другой не входить, там, в избирательный округ, который, там, голосует или не голосует. То есть, это нормально. У нас были до выборы, там, на освободившиеся места, то есть, были бы сплошные выборы, то есть, если бы заново формировалась городская избирательная комиссия, городская дума... И знак собрания. И знак собрания, то понятно, что были бы везде. Но это еще не скоро. Это, это после 21-го года все произойдет. Ну, вот, давайте, возвращаясь к выборам, там, да, потом оценку все-таки попрошу по поводу активности звонивших высказать. Два вопроса у нас есть. Явка на до выборы в городскую думу составила 8%, спрашивает вас Сергей. КПРФ писали в Твиттере, что, в частности, для сушки явки проводился марафон Вятские холмы в этот день. Якобы люди не могли добраться до избирательных участков. Сушилась ли явка, на ваш взгляд, если да, то в чьих интересах, спрашивает Сергей? Мне кажется, ну, мое там ощущение, что это не явка сушилась, вот, ну, в терминах... Политехнологов. Политехнологов. Вот, мне кажется, что, в том числе и марафон, там, Вятские холмы, там, безусловно, хорошие, полезные мероприятия, ну, проводились с тем, чтобы, там, предотвратить, может быть, какие-то протестные, там, акции, которые были намечены, там, на этот день во многих городах по поводу, сам, протестов по поводу пенсионной реформы. Но у нас-то он был и был согласованный. Ну, у нас-то он был и был согласованный, чтобы не было... Не согласованного. Чтобы, может быть, не было бы повода, там, куда-то, там, пойти опять шествием, там, прочее, прочее, там, и улицы были перед... Ну, это мое ощущение. То есть, не для того, чтобы, там, подсушить явку. У нас были довыборы, у нас были, там, непринципиальный вопрос на, там, двух-трех избирательных округах, там, ради этого городить такие сложности. Ну, я-то могу сказать со своей стороны, что довольно долго, насколько я помню, не проводилась пресс-конференция по Вязким холмам, как раз потому, что было непонятно, смогут провести марафон 9-го числа или не смогут. Потому что, когда выяснилось, что на этот день назначен единый день голосования, и когда выяснилось, что еще и митинги тоже, да, идут согласованные, представители правоохранительных органов сказали, да вы что, как мы обеспечим безопасность на всех этих мероприятиях одновременно? Вот, и шел вопрос о возможном, может быть, даже переносе даты, но с марафоном сложно. Там было много иногородних участников, которые уже взяли билеты, поэтому вот решили, видимо, в этот день проводить. Насколько я знаю. Не знаю, мне кажется, что тут не было сушки. Вообще 8% явка на довыборы в городскую думу, это нормальный процент? С каких позиций нормальный? Нормальный ли с точки зрения там обычного человека, который... Нормальный ли с точки зрения ситуации в Кирове, ну вот такой стандартной ситуации по выборам раз, нормальный ли с точки зрения вообще гражданского общества, если так скажу? С учетом того, что вот люди звонили, да, и не знали там идти на выборы или не идти, кого там сегодня избираем, там, безусловно, те люди, которые там живут в этих избирательных округах, то есть избирательные комиссии как-то информировали, что там 9-го числа вы голосуете на каком-то избирательном участке. Ну, как минимум бумажку сначала вы ящик опустили, да, с адресом избирательной комиссии. Некоторые говорят, что да, им еще и звонили, то есть предупреждали, что будут выборы, приходите, пожалуйста, на избирательный участок. Ну, те люди, которые, понимаете, мы ведь живем в одном, ну, город это такая большая система. Олег, но 8% это же вот, это даже не 20%. Когда всеобщие выборы и когда все люди это обсуждают на кухнях, как они пойдут, как они будут действовать там или не действовать, там, каким кандидатам доверяют, когда не доверяют, понимаете, когда всеобщие выборы, там, люди друг друга как-то подзаводят, они это обсуждают, когда это происходит, там, ну, такими пятнами на карте города, вот, когда нет повода для обсуждения, когда большинство людей вообще не знают, там, есть выборы или нет, вот, и в какие органы вообще, там, избираются. Когда такими маленькими пятнышками выборы, да, то понятно, что люди не задумываются, там, о кандидатах, о их программах, ну, вот это какие-то такие, вот, вот это идет фоном. Будет время, схожу. Будет время, схожу. Вот, услышал, скорее всего, один, два, три, там, раза и не придал этому сильного значения. Не обсуждается это с коллегами, потому что у коллег этих выборов нет. Поэтому явка нет. И явка поэтому не стоит. То есть это всегда проблема до выборов. Плюс уборка урожая. Ну, это проблема до выборов. Ну, и, конечно же, какие-то факторы, типа, вот, пенсионная реформа, что-то еще, конечно, сказывается. А мне кажется, наоборот, должна была спровоцировать на активность, нет? Сложно. Проблема выборов в том, что все больше и больше люди им не верят. То есть голосуй, не голосуй, а все равно будет как... Как скажут, как скажут. Олег Ткачев, член общественной палаты Кировской области, в нашей студии. Продолжим после небольшого перерыва. Олег Ткачев в нашей студии, член общественной палаты Кировской области, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Но еще немножко про выборы продолжим. Малая явка, низкая явка на довыборах в Гордуму. Не очень высокая явка на довыборах в законодательные собрания. Но довольно неожиданный результат. Из четырех свободных вакантных мест, по два места и в ЗАГС собраниях в Городскую думу, Единая Россия взяла всего два. Еще два достались кандидатам от Справедливой России. Соответственно, Татьяна Плутунова уходит в законодательные собрания из Городской думы. Ее место тоже освобождается. И снова будут до выборов в Гордуму. И в Городскую думу тоже попадает кандидат от Справедливой России. Вот я думаю, что каким-то образом, что здесь сыграло свою роль? Пенсионная реформа, активная работа кандидатов с гражданами на своем участке. Потому что наши коллеги портал «Свой Кировский» собрали большой экспертный материал как раз по итогам выборов вчерашних. И говорят как раз эксперты, что во многом тут сыграло не протестное голосование роль, а именно такая активная работа кандидатов с жителями. Ну, вполне возможно. То есть, вот всегда, вот опять же, это специфика до выборов. И когда выборы проходят там не повсеместно, и не вкладываются там значительные ресурсы в медийную поддержку на федеральных каналах, когда не включается там очень сильно административный ресурс, всегда есть возможность, вот в подобных случаях, на довыборах, выходить свой округ ножками. То есть, если, ну вот кандидат, такой шанс остается, это очень трудоемко. Активность кандидата... Это по квартирный обход? Ну, по квартирный обход, или встречи там с избирателями. Во дворах? Там, да где угодно. То есть, это... Как кандидат сможет это дело организовать? Я помню там депутатов, в том числе и очень молодых, которые удивлялись там, которым удивлялись, там, а что это у нас? Да, у нас вот такие нынче депутаты. А почему? А как они смогли пройти? А вот человек там ходил по квартирам, звонил в квартиру, говорил, я кандидат, здравствуйте. Хотите поговорить с кандидатом? Какие жалобы? Да, да, да. Вот. Это продолжает работать. Сейчас все сложнее, сейчас кодовые замки. и прочее, прочее, сложнее. Но это вот прямой контакт кандидата с избирателями, он дает результат. Где избирателей можно найти? Это уже творческое дело кандидата, его штаба. Некоторые умудряются за счет своей активности даже обогнать, в том числе, ведущие партии. Есть свободное время, есть активный кандидат, поэтому и получается. А не потому, что протест против пенсионной реформы и прочее. Может быть. А может быть и нет. А может быть и нет. Мне сложно как бы... Олег, ну вот в целом по стране, давайте проанализируем, да. С одной стороны, мы видим заявление руководителей Единой России, они говорят, что все хорошо, все замечательно. Более 60, значит, процентов набрали наши кандидаты в среднем по стране. С другой стороны, мы видим, что из 22 регионов России в 4 будет второй тур губернаторских выборов. Насколько я понимаю, это довольно необычное явление. И, как говорят коллеги, по-моему, такого с 2012 года не было. Развращение прямых тур губернаторов. Все это вполне, мне кажется, запланировано. А, срежиссировано, что ли? Ну, не то, что срежиссировано, то есть допущено. И как бы это все укладывается в федеральную политику. Потому что президент у нас, да, он сейчас занимает такое... Он у нас хороший, и он у нас как бы такой сверху. То есть он контролирует и выступает в роли арбитра между людьми и губернаторами, которых, ну, кстати говоря, он же и посылает. Благословляет, я бы сказал. Благословляет, да. Но, тем не менее, вот это перекладывание ответственности с федерального центра на плечи хозяйствующих губернаторов на местах. Вот. И поэтому это все очень удачно ложится на выборы. Это подтверждает тезис о том, что бояри-то у нас, может быть, и плохие, вот, зато царь хороший. Вот. Поэтому это, ну, допускаются такие моменты. Угу. И это, опять же, это такая федеральная политика. Это перекладывание ответственности с федерального центра на плечи региональной власти. Если мы говорим и про Россию, и про Киров, через, там, два, три, четыре года, когда, ну, вот в Кирове через три года, да, будут первые большие выборы, можем ли мы говорить о какой-то, ну, тенденции, там, или пока вообще рано хоть что-то предполагать? Тенденция, вот самая основная тенденция... К снижению популярности Единой России, например. Нет. Судьба Единой России, там, меньше всего интересует, на самом деле. На самом деле, тут более важный, там, факт, который, и тенденция, которые состоят в том, что, допустим, там, благодаря ли протестным, там, каким-то акциям, благодаря ли, там, какой-то, там, работе или чего-то еще, любой ныне, ну, как бы оппозиционный кандидат, губернатор, допущенный до, там, процедуры выборов, даже если он выиграет, вот, он идет на эту должность, попадая на эту должность, он становится, там, винтиком в большой государственной машине. Вот, и будет поступать, в принципе, ровно так же, как, там, диктует тот же самый федеральный центр. То есть, все лавры, там, об успехах федеральному центру, вся ответственность за неудачи конкретному руководителю региона. Вот, представители, там, справедливой России, ЛДПР, там, КПРФ... Ну, хорошо, хорошо, это исполнительная власть, а законодательная власть. Вспомним, вспомним историю нашего прошлого губернатора. А, Никиты Белых. Никиты Белых. То есть, он пришел, как бы, из... СПС. Из СПС. Вот, и он стал, ну, государственным чиновником. Вот. Никаких противоречий, там, с федеральным центром, у него, там, столкновения, там, какой-то альтернативной, там, политики, которые бы он проводил, их не было. Ну, публично он, насколько я помню, не осуждал действия федерального центра. В отличие, например, от Евгения Ройзмана, мэра Екатеринбурга, который довольно часто у себя в Фейсбуке писал какие-то критические вещи. Мало возможностей, мало возможностей, даже если представитель, там, условной оппозиции попадет, там, на эту должность в результате выборов, то, там, вариантов для маневра у него не будет никакой. А парламентские выборы? Парламентские, большие выборы в Государственную Думу, выборы в региональный парламент. Вот. Насколько будет сбалансировано, так скажем, соотношение политических сил? Вот если там через 3-4 года, мы говорим. Это балансируется, там, не на этапе, когда люди опускают бюллетень в Горну. Это балансируется на этапе допуска тех или иных партий до выборов. То есть есть, как бы, 3-4 там партии, которые допущены, вот, а остальные или не смогут, или, там, их не допустят, или их просто партии не зарегистрируют. То есть у нас есть некоторые там партии, которые, там, годами пытаются, там, зарегистрироваться как политические партии, чтобы иметь возможность официально участвовать в процедуре выборов. То есть они не регистрируются под любыми, там, предлогами, поводами. У них находятся все возможные, там, нарушения, в протоколах и так далее. То есть они не регистрируются, чтобы не иметь возможности, там, участвовать в выборах. То есть механизмы есть, неугодных не допустить? Нет, механизмы есть, а с крупнейшими политическими партиями, которые, ну, сейчас, которые парламентские, там, в принципе, я не знаю, там, видимо, нет такой пакт о ненападении, что ли, или как это назвать. То есть они тоже встроены в систему, они участвуют, они часть этой системы. В общем, воскресные выборы не показали какой-то тенденции, ярко на слом чего-то, еще что-то. Я не вижу, как бы, никакой тенденции, ни на какое слом, ничего нового не произошло, чего бы не было раньше. Небольшаемся, Олег Ткачев, член общественной палаты Кировской области в нашей студии, небольшая реклама, и вернемся. Олег Ткачев, член общественной палаты Кировской области, руководитель Кировского центра поддержки НКО в нашей студии. Продолжаем выслушивать особое мнение. Еще пару слов о воскресных событиях, позавчерашних, да, это митинги. Ну, для Кирова, собственно говоря, наверное, так же незаметно митинг прошел, я бы сказала, как и выбор, да, выбор, да. То есть небольшое количество человек, как мне кажется, около 300 человек в сквере у памятника Степана Халтурина, в сквербольцом революции, протестовали против повышения пенсионного возраста, организовали митинг сторонники Алексея Навального. Удивительно, что акция была согласована. По всей России другую мы видим картину, да. Ну, не по всей. Ну, хорошо, в крупных городах, во многих крупных городах России мы видим другую картину. Москва, особенно Петербург, Екатеринбург, там тоже много задержанных, причем местные жители говорят, что впервые так жестко вела себя полиция. В Петербурге, кстати говоря, акция изначально была согласована, потом ее внезапно запретили. Хотя закон вроде бы запрещает это делать, да, уже при выданном согласовании. Вот почему такая разница, скажем так, восприятия? Ну, в Кирове мы помним, проводили ведь и несогласованные акции, но я, честно говоря, не припомню, чтобы у нас кому-то заламывали руки, куда-то тащили и прочее. Максимум, что было, это потом выписывали какие-то протоколы, штрафы, там, да, ну и кого-то, может быть, могли задержать, куда-то поместить, как в это время. Ну, иногда было, то есть силовое задержание, там, с применением спецсредств, там, и, там, с применением, там, каких-то силовых приемов было. Массово. Ну, не массово. Не массово. Не массово, то есть точечно. Это было за длительную историю. Я помню, по шествиям сторонников Навального, по-моему, к Артурам вашего применялось, там, силы. Собственно говоря, ну, у нас небольшой город, то есть, все друг друга знают, и если известен и понятен потенциал протестующих, как бы, ну, зачем применять излишнюю силу, там, и отказывать. И место, время согласовали, если это не мешает прохождению выборов, там, другим гражданам, которые, там, занимаются спортом, там, на ледских хронах и прочее, прочее, если все мирно цивилизованно, зачем лишний раз нагнетать? Ну, я думаю, что... Ну, согласовали акцию, небо на землю не упало, вышли 300 человек, выразили свое мнение, разошлись, мирно, спокойно. Да. В других городах, вот, в крупных городах там сложнее. То есть, крупные мегаполисы, то есть, там невозможно всех знать, невозможно, там, понять, кто как себя поведет. Поэтому начинают нагонять, на всякий случай, там, силы с избытком. А дальше что, им скучно становится? А дальше, ну, как? То есть, так по-обывательски сказать, что им скучно становится, это, там, будет, ну, неправильно. То есть, разумеется, что офицеры подчиняются, там, приказам. Кто-то принял такое решение. Дал команду разгонять. Я не знаю, на каком это уровне, но мне кажется, что это, вот, избыточное применение силы. То есть, это и некомпетентность правоохранительных органов, вот, и, вот, а в политическом плане, это, ну, мне кажется, акция устрашения. На всякий случай запугать тех людей, которые, ну, вроде как бы пришли, но не настолько уверенные активисты, вот, и, посмотрев на ужас, 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 вот, поучаствовав, в следующий раз, быть может, испугаются и не пойдут. Ну, там было, Олег, много молодежи, это, кстати, тоже ставили в вину, в том числе, организаторам митингов, да, что выводят на митинги тех, кому до пенсии еще далеко, кто еще даже поработать не успел, как следует. Меня сейчас, меня сейчас абсолютно нет. Молодые люди, они ведь по-другому совершенно, вот, у них психологическая модель другая, насколько я понимаю, у них от протеста все идет. Вот, меня не интересует, там, позиция организаторов даже, да, вот, я смотрю фотографии с этих мероприятий, вот, я понимаю, что, там, по закону о полиции, там, спецсредства, там, и силы применяются к тем, кто оказывает сопротивление, там, именно физическое сопротивление, то есть, там, или нападает на сотрудников, там, полиции, или угрожает, там, жизнь и здоровье, там, других граждан, вот. А я читала в интернете, что забирали чуть ли не прохожих в улице, которые мир нашли. Так вот, применение избыточной силы к тем людям, которые, там, не оказывали, там, признаков... Не выказывали агрессии. Не выказывали агрессии, там, которые не угрожали другим, вот, просто за кричалки, там, за плакатики, нарисованные на картонках, это избыточное применение силы, и, там, вот, это целиком ответственность на тех людях, которые отдали этот приказ. Вот, это целиком, там, ответственность на них. Вот, неважно, там, даже если этот человек, там, нарушил, там, законодательство, там, да, вы выпишите ему, там, штраф администрации. Ну, как ты ему выпишешь, он же тебе не показывает паспорт, и не показывает, там, фамилию свою не называет. Как выписать? Поэтому его задерживают. Да, сейчас в автозаке. Задержание, задержание урожен. Я согласна. Вот, когда, вот, кадры, там, и видео, и фото, когда бежит, там, толпа сотрудников, там, видимо, полиции, там, с дубинками наперевес, и бьют направо-налево, просто куда рука размахнется, и под удары попадают, там, там, многие люди. Вне зависимости от того, случайные они тут, или не случайные, вот, это непорядок. То есть, чем закончится? Ничем не закончится. Будет меньше людей выходить на митинги, или полиция все-таки в какой-то момент начнет вести себя более вежливо? На самом деле, к сожалению, к сожалению, да, но подобные методы работают. То есть, методы устрашения, к сожалению, работают, вот, и многие люди, там, даже, вот, там, когда общаемся с простыми, там, людьми, там, которые не вовлечены ни в протесты, ни в это самое, которые... Это в Кирове? Да, и не только в Кирове, в Кирове, в других городах, сочувствуют, понимают мотивы, понимают, что, ну, вот, кто-то там против пенсионных, да мы тоже против пенсионных реформ. Ну, на улицу мы не пойдем, потому что и детей своих не отпустим, и сами не пойдем, и никому не станем советовать, потому что, там, как дубина по голове попадет, и будешь всю жизнь инвалидом. Или, там, составят протокол, и потом будет такая тебе черная метка... Да работу не устроишься. Да. Хорошее место. Понятно, что это, ну, такие обывательские страхи, но это работает. То есть, если бы этого не было, то есть, если бы можно было действительно, там, мирно, без оружия собираться, из-за этого, там, было гарантировано, что ничего не было, то были бы, может быть, и многотысячные митинги, если бы в этом было участвовать достаточно безопасно. То есть, тактика устрашения запугивания, к сожалению, не работает. Грустно. Олег Ткачев в нашей студии. Мы продолжаем. Еще у нас одна тема, связанная с некоммерческими организациями. Олег, напоминаю, руководитель Кировского центра поддержки НКО. Я так понимаю, что очередные изменения есть в форме отчетности НКО. Поэтому необходимо будет, вы выкладываете у себя в Фейсбуке, да, репост на Дарью Милославскую, необходимо будет указывать в отдельных графах информацию о полученных израсходованных средствах, которые поступили от российских юридических лиц. Но при этом российские юридические лица могли получить эти деньги от каких-то заубежных иностранных источников. Вообще непонятно, каким образом некоммерческая организация может узнать, откуда деньги получил там донор условный, да, откуда он получил эти деньги. Может, возмещение какое-то за билет. Может, родственникам переслали эти деньги. Ну, вот, правда. Ну, вот, да, это самое странное. 16 августа Министерством юстиции был вызван приказ в утверждении форм отчетности и, в частности, в имеющейся форме отчетности ОН-002 и ОН-003 были внесены дополнительные пункты, которые ранее говорилось только об иностранных организациях. Ведь раньше НКО не могла получать иностранное финансирование без риска получить статус иностранного агента, так? То есть, раньше в формах отчетности были вот эти пункты. Если организация получала деньги из иностранных источников, то есть от иностранных юридических или физических лиц, то должно было отразить в этих формах отчетности. И дальше уже, если Минюст смотрел по этим отчетам, да, там пришли иностранные деньги, если организация плюсом ко всему еще занимается политической деятельностью, то она должна состоять в регистре иностранных агентов. По факту записывали иностранную политическую деятельность, по факту... Любая общественная деятельность. Любая общественная деятельность. То есть, выступаешь больше, чем у себя на кухне, выступаешь перед несколькими людьми... Руководитель благотворительного фонда на заседании условного департамента Минздрава, чего угодно, высказал критику? Все, до свидания. Руководитель организации, даже если он похвалит, и такое было, там, самые смешные случаи, когда человек приходил и как-то относится к деятельности государственных органов, публично высказывается в адрес государственных органов, все это квалифицируется как политическая деятельность. Да, вы в своей деятельности влияете на формирование общественного мнения об органах государственной власти. Не важно, с каким знаком, с плюсом, с минусом, но вы влияете на формирование общественного мнения. Вот не смей теперь бинты получать из-за рубежа. Вот. Иначе статус иностранного агента. И вот эти два критерия. Там, иностранное финансирование и политическая деятельность. По политической деятельности понятно, что можно привязать к любой организации легко. А теперь и к иностранному финансированию тоже нужно будет перезапевать. А к иностранному финансированию, да. Если раньше там смотрели напрямую, то есть и в отчетности указывали деньги, полученные именно от иностранного лица, то теперь добавился пункт, что от российского юридического лица или физического лица, получающего иностранное финансирование. Но проблема-то в том, что у нас нигде в законодательстве мы никак не можем обязать ни юридическое, ни физическое лицо рассказать нам источники своих доходов. Ну, приведу такой пример. Допустим, какая-нибудь некоммерческая организация в Кирове собирает благотворительное пожертвование на... Да на что угодно. Да на что угодно. На помощь детям. Если вдруг попросит какую-нибудь фирму, да любую фирму, ну, допустим... Ну, любого мобильного оператора. Допустим, мобильного оператора, да. И вдруг мобильный оператор скажет, да, хорошо, вот вам там спонсорская или благотворительная помощь, там, на ваше хорошее дело. Вот, собственно говоря, а что здесь такое-то? Да ничего, кроме того, что мобильный оператор огромный, и у него, скорее всего, в любом случае, найдется, что иностранные граждане тоже пользуются его услугами и заплатили за свою, там, телефонную связь. Вот, по факту мобильного оператора есть поступление из иностранных источников. Прибыль, которую он получил от иностранцев. Да, да, да. И часть этих денег, вот, неважно какую часть... Он передал благотворительный фонд. Да, он передал некоммерческой организации. И все. Организация в отчетности не указала этот факт. Организация, если в отчетности не укажется этот факт, это будет нарушением со стороны некоммерческой организации. Тут, если, там, самое банальное, самое простое, да, то есть, если руководитель укажет недостоверные данные, то это просто штраф за предоставление недостоверных данных. Нет, небольшой. Но небольшой. Нет, это он может быть для мобильного оператора небольшой, для благотворительного фонда или НКО он может быть и большой. Должностные лица от 3 до 5 тысяч, а юридическое лицо от 30 до 50 тысяч рублей. Это просто за предоставление недостоверных сведений. Это тот же самый штраф, который, там, если просто эту бумажку не сдать. Угу. Ну, понятно. Не предоставить сведения. Чем грозит, Олег? У нас минута остается. Чем грозит? Если будет признано, что организация получила иностранные деньги, вот, неправильно указала, там, найдут как-нибудь мобильного оператора, кого угодно найдут с иностранным финансированием, организацию могут признать иностранным агентом, который ни сном ни духом, и у организации нет возможности проверить доходы тех лиц, которые ей, там, дают. Я правильно понимаю, что это инструмент давления на НКО? Наши коллеги сказали, там, а чего вы волнуетесь, это будет, ну, 101-й способ, там, наехать на нашу некоммерческую организацию. Одним способом больше, одним меньше, вот, какая... Мы уже привыкли. Мы уже привыкли, какая разница. Вот, в конце концов, закроемся все и будем работать подпольно. Нет, ну, подпольно, конечно, это не самый хороший выход. Все-таки хотелось бы, чтобы у нас как-то более вменяемые законы работали, как мне кажется. Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки НКО в нашей студии, членов общественной палаты. Благодарю его за особое мнение, и мы со слушателями прощаемся. Всем до свидания. До свидания. Продолжение следует...